Елена Шевченко известная актриса театра и кино. Она первая жена руководителя театра имени Олега Табакова Владимира Машкова, а также мать Марии Машковой. Хотя актриса популярна и талантлива, все же она всегда находится в тени популярности своей дочери и бывшего мужа. Но этот факт никогда ее не обижал. Напротив, она гордится успехами Маши и уважает талант Владимира. С ним у актрисы сохранились теплые и дружеские отношения. Елена родилась в Сибири в 64 году. Ее родители не были актерами, а вот бабушка продавала билеты в театре юного зрителя. Поэтому ребенком она часто бывала на спектаклях. Может быть поэтому, будучи школьницей, она решила пройти вступительные испытания в театральном училище. Девушка ходила на занятия в вечернюю школу, а днем обучалась в училище. Там она и познакомилась с Владимиром Машковым. Их бурный роман окончился свадьбой и рождением дочки. Вскоре Машков переехал учиться в Москву, а потом вслед за ним и Елена. Дочь же осталась на воспитании у бабушек с дедушкой. К сожалению, брак Елены и Владимира оказался непрочным. Актеры слишком рано поженились, не узнав друг друга хорошо. Темперамент обоих оказался таким, что ссоры между ними стали ежедневными. Супруги развелись, и каждый стал заниматься своей карьерой. Елена вышла замуж за второй раз за режиссера Игоря Лебедева. У них родилось два сына – Никита и Всеволод. Молодые люди не стали выбирать актерскую профессию. Ну а карьера актрисы складывалась не столь успешно, как и ее бывшего мужа. Но именно он пригласил Лену сниматься в своем фильме «Сирота Казанская», после съемок которой она получила популярность и настоящее признание. Позже бывшие супруги снялись еще в одной картине Машкова под названием «Две луны, три солнца». На съемочной площадке они находят общий язык. Актриса считает Владимира прекрасным режиссером, с которым ей легко работать. После их совместных работ всегда появляются разговоры, что они решили снова быть вместе. Но это всего лишь сплетни. Актеры давно испытывают друг другу только взаимное уважение. Кстати, уже будучи в возрасте 50 лет, Елена поступила в американский колледж. Ей посоветовали получить профессию сценариста. Но пока актриса не пробовала писать самостоятельно. Она занимается продюсерской деятельностью в одном из театров. Елена довольна своей личной жизнью и не жалуется на профессиональные достижения. Также она рада, что у ее дочери Марии все складывается как нельзя лучше. Ведь молодая актриса очень востребована в кино. У нее теперь уже тоже две дочери. И для Елены это, конечно же, двойное счастье. У них прекрасные теплые отношения. Из последних работ, где появилась Елена Шевченко, стал фильм Иванько в 2020 году, где она исполнила одну из главных ролей. Если вы досмотрели наше видео до конца, не забывайте ставить лайк и подписываться на наш канал. Также мы ждем от вас комментариев, что вы думаете по поводу нашей героини и ее творчестве в кино. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!